Как говорил древнекитайский философ Лао Цзэ, хотя в мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет. Вода – это самое мягкое и самое слабое существо в мире, но в преодолении твердого и крепкого она непобедима, и на свете нет ей равного. Вода приносит пользу всем существам и не борется. Она находится там, где люди не пожелали бы быть. У Кюнса Ганалиева проживает в селе Карадобе в Чуйской области чуть более 7 лет. Население здесь небольшое и все живут дружно. Еще недавно сельчане переживали острую проблему в подаче питьевой воды и могли лишь мечтать о том, чтобы вода подавалась не 2 часа в день, а 24 часа. И вот сейчас, благодаря поддержке правительства и агентству АРИС, в Кыргызстане их мечты воплотились в жизнь, отметила она. В нашем селе Карадобе острая проблема – это нехватка воды. Как мы все знаем, что после воздуха жизненно важным является вода. И вы представляете, как нам тяжело живется. Вода приходит только по 2 часа за сутки, чтобы использовать его для хост-нужд. А использовать для полива это вообще невозможно. И мы рады, что были услышаны. Агентство АРИС провел воду в наше село. Нашему счастью нет предела. Несмотря на то, что вышеотмеченное село имеет компактный масштаб, жизнь здесь идет своим чередом. В настоящий момент в данной местности всего 265 домов, а население составляет 1500 человек. В Чуйском районе, из Кыргызстана, у нас 5 сел. Из 5 сел проект питьевой чистой воды. По АРИСу, по проекту, в 2017 году мы сдали проект. В 2020 году этот проект прошел. И весь ремонт начался. Провели тендер, АРИС провел тендер. Мы там участвовали. И в 2020 году определили подрядчики. И в 2020 году, в сентябре, начались строительные ремонтные монтажные работы. В данный момент работа закончилась в 80%. Это в Каратюбе. Проект по инвестиции в инфраструктуру водоснабжения Кыргызстана – это одна из приоритетных компонентов в списке программ агентства АРИС в Кыргызстане. Населенный пункт Каратюбе – не единственный проект данного агентства. На сегодня работа по обновлению, реконструкции и благоустройству водозаборного пункта завершилась на 80%. Поделился старший инженер по технадзору АРИС Асылбек Дюшеев. Мы находимся в селе Каратюбе Чуйского района Чуйской области. Здесь реализуется подпроект «Реализуемый АРИС» по кредиту Всемирного банка реабилитации системы сельского водоснабжения села Каратюбе. Проект начат в сентябре 2020 года. Срок строительства – 8 месяцев. На данный момент выполнены 6 километров работ по сети. В данном селе находится около 260 потребителей. Сеть уже практически полностью закончена. По сети будет предусмотрено по домовое подключение. То есть каждый дом должен провести воду к себе домой. Мы сейчас находимся на площадке водозабора. На площадке водозабора будут выполнены следующие работы – реабилитация скважины с установкой нового насоса. Будет установлена новая водонапорная башня 25 кубов. Будет установлена бактерицидная установка для очистки воды. Территория будет благоустроена. На данный момент старая территория не соответствует нормам Сан-Пин. Мы должны привести ее в состояние по нормативам. Она будет расширена. И установлены новые заборные плиты. У нас открылся муниципальные предприятия. Я директор Канушах-Вильдяр. Спасибо за Арису. Компьютер купили. Все оборудование купили. В дальнейшем мы будем все сами работать. И они в дальнейшем тоже ключ будут для нас купить. Инструмент будут купить для нас. Вот, инжалла, бьюрица, 24 часа будет. Круглые сутки вода будет. А сейчас только по 2 часа даем людям. Теперь Арис помогает. Круглые сутки вода будет у нас в селе. Спасибо Арису. Стоит отметить, что агентство Арис параллельно в селе Карадебе завершил второй проект. А если быть точнее, компонент номер 2 – это развитие санитарии. Компонент номер 2 поддерживает развитие санитарии, включая модернизацию санитарных сооружений в социальных учреждениях. Одним из таких объектов стала Карадебинская средняя школа имени Усенкула Джумабаева. Так совпало, что модернизация школы завершилась в канун Всемирного дня водных ресурсов, который выпадает на 22 марта. В связи с этим в школе прошло торжественное мероприятие. А я в концу, а в концу. А знаки, а в концу. Хочется поблагодарить проект Арис за проведенную работу по обучению учителей, и также учеников и тех персонала. То, что они вложили основу санитарии и диены, а также они сделали очень важную работу, то, что они установили у нас внутренние туалеты с горячей водой и рукомойниками. Также это очень важный момент для учеников и учителей, то, что они в зимний период не ходят на улицу, и стало нам это очень удобно. Есть условия для мальчиков и девочек. В честь завершения реконструкции и обновления санитарных услов в школе был также организован конкурс среди учащихся учреждения. Ребятам были предложены различные темы, приуроченные к Всемирному дню водных ресурсов. По результатам конкурса были отобраны лучшие и вручены поощрительные грамоты и призы. Коллектив образовательного учреждения также они остались в стороне и поделились своими эмоциями и впечатлениями относительно новых удобств, появившихся в их школе. Преподаватели учащихся прошли тренинги по соблюдению личной гигиены при участии специалистов агентства АРИС. Я могу сказать, что для учеников и учителей созданы хорошие условия в нашей школе, так как раньше подобных условий не было. Мы все выходили в уборную на улицу, и многие ученики простывали из-за этого, болели. Я очень благодарна программе АРИС за разработку подобного проекта. Я считаю, что это очень удачный проект. Как показывает практика, плохая гигиена и санитария приводят к тому, что дети пропускают школу из-за развития различных кишечных заболеваний. Ученицы старших классов могут отсутствовать по несколько дней каждый месяц элементарно из-за физиологических особенностей. Но теперь, как говорят сами учащиеся, все стало намного лучше и удобнее. У уборных имеется все необходимое для соблюдения личной гигиены. Для нас созданы хорошие условия. Спасибо сотрудникам и специалистам АРИС. Теперь у нас есть уборная в помещении и для мальчиков, и для девочек отдельно. Также там имеются умывальники и условия для соблюдения гигиены. Исследования показывают, что хорошие санитарные условия и внедрение образовательных программ в школах способствуют сокращению различных инфекционных заболеваний. На протяжении многих лет в Кыргызстане широко применяется термин «вода, санитария и гигиена в школе». Это широкое понятие, которое включает в себя создание и поддержание в школах системы водоснабжения и санитарии, включающих в создание условий для мытья рук и безопасные туалеты. На сегодняшний день Агентство развития и инвестирования сообщества реализует проект устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии в селах. Мы реализуем в трех областях. Это в Чуйской области, Божской области и Сыкульской области. Сегодня вы являетесь свидетелем того, как мы провели очень хорошо день чистых воды, то есть день водного ресурса в подпроекте «Карадубе», где наши дети показали тому, чему научили мы их. С июня месяца данный проект начал реализацию своей деятельности. В каждую пилотную школу оказываем информационную поддержку, а также строим внутренние санитарные сооружения в пилотных школах. В этой школе, в школе «Карадубе», мы с сентября месяца по март построили внутренние санитарные сооружения отдельно для детей, мальчиков и девочек, для учителей. В настоящий момент из-за роста населения человечество находится на пороге глобальной угрозы острой нехватки питьевой воды, растущих потребностей сельского хозяйства и промышленности, а также усугубления последствий изменений климата. Как отметили в ООН, тема 2021 года – это ценность воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова